Всем привет! Решил записать ролик про зрительную трубу. Ролик, наверное, тоже будет такой немножко не запланированный, но так как недавно предыдущий ролик был посвящен оптическим прицелам, то есть в котором я говорил свое мнение по прицелам и какие прицелы используются для каких задач. Поэтому решил заодно записать ролик. Ролик будет небольшой, короткий, просто, наверное, рассказать про зрительную трубу, которая используется, соответственно, для наблюдений за мишенной обстановкой, для корректировки стрелка при стрельбе на дальние дистанции. Ну, собственно, использоваться она может совершенно в различных задачах, различных направлениях. Вот. Значит, в данном случае у нас труба, значит, линейка Виктори от Цейса используется, то есть у них есть две модели, то есть у них есть 85-я и 65-я, то есть в данном случае это 85-я модель, имеется в виду диаметр объектива, труба, то есть вот такая она, вот так вот она выглядит. Труба идет отдельно, она идет без окуляра, вот, 85, это, значит, ну, получается наш диаметр. Окуляр идет отдельно, потому что окуляры бывают тоже разные. Сейчас мы его достанем. Упакован он отдельно, довольно такой тяжелый окуляр, увесистый. Значит, в данном случае у нас окуляр идет от 20, вот здесь, если посмотреть крат, от 20 до 75, а значит, потому что у нас модель идет 85, то есть вот на коробке я показывал только что, что модель идет 85 TFL, ну, соответственно, для нас будет справедливо вот эта нижняя шкала кратностей. Значит, собирается все очень просто. Открывается заглушка, откручивается, специальный здесь такой вот индикатор, можно его так сказать, или маркер, он совмещается вот с этой стрелочкой, не знаю, видно на темном фоне или нет, вот, вставляется и все. Она зафиксировалась, назад она уже не откроется у вас. Для того, чтобы ее, соответственно, демонтировать, здесь есть вот такая кнопочка, вы ее нажимаете, поворачиваете и снимаете. Все очень просто, очень легко, очень удобно. Значит, что еще по трубе? Значит, у трубы есть встроенная бленда, тоже очень удобно, не надо отдельно наворачивать, как на прицел, то есть, если, например, у вас, возможно, дождь идет, возможно, где-то солнце боковое, при наблюдении через трубу, чтобы не было бликов, чтобы вас не слепило, бленда просто вот таким вот движением выдвигается и тем самым вы получаете козырек такой защитный. То есть, очень удобно, то есть, ну вот, все просто и удобно, скажем так. Вот. Что еще, значит, по трубе? Крепление на штатив стандартное, то есть, либо площадка, либо можно прикручивать, сейчас я это тоже покажу. Ну, здесь резиновая ножка у нас, это для того, чтобы можно было трубу просто поставить на какую-то поверхность, если вот в таком положении. Труба данная идет в двух версиях, то есть, это косой окуляр и прямой окуляр. Кому как удобнее, конечно, но я проанализировал различные варианты и, собственно, смотрел в разные трубы, то есть, с прямым окуляром, с косым окуляром и пришел к мнению, что труба с косым окуляром все-таки удобнее, потому что, когда вы, например, сидите на стуле, в кресле, труба стоит перед вами на штативе, то сверху, склонившись над трубой, удобно посмотреть именно в окуляр и произвести непосредственно наблюдение. Ну, во всяком случае, для меня. Из особенностей данной трубы также хочу сказать, что фокусировка вот у данной трубы, она двойная, то есть, и тонкая фокусировка, и грубая фокусировка, она непосредственно выполнена в одном органе управления. Честно сказать, раньше не встречал именно такой компоновки. Как правило, фокусировка, она разнесена непосредственно на два органа управления, то есть, в зависимости от модели, где-то здесь, где-то здесь, то есть, на разных трубах это по-разному реализовано, но сам факт того, что у вас есть грубая подстройка и тонкая подстройка, и вам, соответственно, необходимо будет работать с двумя органами управления, с грубой и тонкой, для того, чтобы получить хорошую четкую картинку. Здесь же сделано все в одном, то есть, фокусный вот этот вот регулятор, он крутится у вас сначала легко, вот если посмотреть пальчиками, вот сейчас он уперся, конечно, камера это не передаст, вот сейчас он уже крутится туго. Кручу в обратном стороне, он тоже начинает крутиться легко, то есть, именно усилие, с которым вы крутите, оно легкое, а затем идет жесткое. тем самым, компании CES удалось в данной модели реализовать так называемую быструю двойную фокусировку, и, соответственно, наблюдатель может легко, одной рукой, и очень быстро именно настроиться на ту дистанцию, на которую необходимо, то есть, поменяв, например, кратность непосредственно на самом окуляре, и, соответственно, уже настроив хороший фокус для этой соответствующей дистанции, и немаловажный фактор того, что данная фокусировка, она включает в себя также и диактринную коррекцию, то есть, скажем, разные люди имеют разное зрение, у кого-то плюс, у кого-то минус, у кого-то 100%, у кого-то даже лучше, у кого-то хуже, и поэтому, для того, чтобы не делать отдельно диактринную коррекцию, плюс или минус под наблюдателя, здесь вы, вот в этой фокусировке, у вас все включено, что называется, и грубая, и тонкая подстройка, диактринная коррекция, то есть, вот в одном органе управления, очень удобно, мне, честно говоря, очень понравилось. Что касается самих линз, покрытий, технологий, я под видео в описании поставлю ссылку на все компоненты данные, вот, которые в данном ролике мы рассмотрим, там есть описание технологий, там, характеристики, так далее, то есть, в принципе, все будет ясно, понятно, кому будет интересно, тот прочитает. Вот, линзы, конечно, высокого качества, то есть, вот это не отнять, очень хорошая светосила, то есть, даже в наблюдение в темное время суток, вот, буквально малейший свет, там, от луны где-то, или, если в городе посмотреть, там, в ночное время огни, позволяет уверенно идентифицировать, там, не знаю, человека на балконе здания, ну, порядка, наверное, 7 километров, была дистанция, то есть, было видно отчетливо человека, то есть, в чем он одет, конечно, разрешение и качество просто колоссальное у трубы, вот, не знаю, мне вот очень нравится, именно, получается, эта линейка, именно в Викторе, то есть, у Цейса, то есть, у Цейса, у них есть несколько линеек, и вот линейка, которая Викторе, это, я считаю, лучшая линейка, в данном случае, значит, по компонентам, помимо, значит, у нас окуляра, у нас еще дополнительно здесь представлены адаптеры, то есть, это, получается, так, два вида, адаптеров, значит, это у нас фотоадаптер, здесь он так и называется, вот фотоадаптер, вот его номер, получается, смысл у нас данного фотоадаптера заключается в том, что он позволяет, непосредственно установить фотоаппарат в трубу, то есть, вы снимаете вот этот штатный, получается, окуляр, вместо него устанавливаете данный адаптер, и уже непосредственно на адаптер у вас здесь накручивается в этот фотоаппарат, я вставлю картинку с описанием, там будет тоже видно, как это выглядит, то есть, как это работает, значит, смысл данного фотоадаптера, для того, чтобы при установке фотоаппарата вы смотрели не в окуляр, а в дисплее фотоаппарата, на экран фотоаппарата, неважно, там откидной у вас экран, либо штатный, и тем самым могли делать снимки, если требует того ситуация, либо, если, например, два человека, два наблюдателя, то в окуляр вдвоем, конечно, посмотреть одновременно невозможно, а вот на дисплей фотоаппарата можно, плюс фотоаппарат можно включить в режим записи, например, видео, и в этот момент записывать видео, то есть, скажем, при стрельбе по мишеням можно видеть первое попадание, второе, третье, не знаю, четвертое, пятое, то есть, то, как формировалась группа, где какие отрывы, и так далее, потом можно перемотать, посмотреть, проанализировать, но я считаю, что в принципе, это может быть удобно, полезно, применение именно данной функции, вот, единственный момент, я считаю, что данный фотоаппарат, он немножко такой узконаправленный, потому что не под каждый фотоаппарат подойдет, именно диаметр объектива, надо смотреть, уже подбирать, вот, поэтому, чтобы, скажем так, наверное, как-то снивелировать, да, вот этот момент, того, что не столь универсальный адаптер, был приобретен еще вот такой адаптер, вот, он называется Quick Camera Adapter 2, вот, его плюс в том, что данный адаптер уже позволяет работать непосредственно с различными фото-видео устройствами, то есть, тоже оригинальный аксессуар, CES-овский, значит, смысл его заключается в том, что труба устанавливается на платформу, то есть, вот таким вот образом, здесь это прикручивается, фиксируется, значит, адаптер этот идет универсальный, если же у вас труба была бы с прямым непосредственно окуляром, то когда вы прикрепите, зафиксируете непосредственно адаптер над трубой, у вас для того, чтобы прикрепить фотоаппарат, будет выглядеть примерно вот так, я вот так вот привожу, вот здесь будет окуляр, и, соответственно, вот эту часть вы сюда вот так вот подгоняете и прикручив фотоаппарат, в данном случае у нас окуляр на трубе косое исполнение, и, собственно, для этого у нас есть фиксатор, который откручивается и позволяет изменить угол, непосредственно зафиксировать, и уже в нашем случае это будет выглядеть вот так, непосредственно вот, и уже здесь, в зависимости от того, какая модель, у нас есть разный вылет, я просто произвольно сейчас так вот прикручу, вот, и непосредственно здесь разный вылет, ну, вот, предположим, да, просто отвлеченность сейчас возьмем, и вот этим винтом мы фиксируем уже непосредственно фотоаппарат либо видеокамеру, что, соответственно, нам позволяет также снимать как фото, так и видеоматериал, как в процессе стрельбы, так и где-то наблюдение за животными либо каких-то еще задач, потому что зрительную трубу можно использовать совершенно под различные задачи, то есть у каждого они свои, вот, и данный адаптер по сравнению с предыдущим адаптером имеет плюс следующего плана, что здесь вы уже не привязаны к какой-то конкретной модели фотоаппарата либо видеокамеры, потому что данные все настройки позволяют настроиться таким образом, что независимо от габаритов фотоаппарата, видеокамеры или модели, вы сможете проводить фото-видеосъемку через трубу, соответственно, у вас будет возможность снимать, скажем, на дальней дистанции, но выглядеть это будет как будто вы фотографируете практически в упор, вот, я считаю, что этот адаптер более, скажем, наверное, интересен, разумеется, все это мы протестируем, все это дело мы опробуем, посмотрим, возможно, даже еще будет записано видео дополнительное, в котором, ну, как сказать, можно будет рассмотреть это в полевых условиях, вот, и, значит, к следующему аксессуару, если перейти, вот, кошка Соня, кстати, очень любит коробки, неважно ей, что Цейс, что Найт Форс, что коробка от конфет Аленка, она рада всем коробкам, да, Сонечка? Соня, Соня, вот сейчас она будет устраиваться, устраиваться поудобней, маскироваться, Сонечка, Сонечка, вот она спряталась, вот она маленькая, кошка, вот, все, все придется отдать ей уже, вот, значит, следующий аксессуар, элемент, это получается чехол, оптика, собственно, не совсем дешевая, поэтому, жалко, наверное, в полевых условиях его где-то эксплуатировать, без чехла, чехол, значит, оригинальный, тоже Цейсовский, здесь он так и написан, кауркейс, защитный кейс, вот, диаскоп, 85 ТФЛ, то есть, именно для данной модели трубы, оригинальный, давайте мы его сейчас оденем, значит, непосредственно соберем на саму трубу, вот, чехол можно, конечно, использовать и сторонние фирмы, производители, не обязательно оригинальный, тут это уже, собственно, на усмотрение, наверное, как это дело каждого, кому, с каким чехлом удобнее работать, вот, в принципе, данный чехол конкретно, конечно, подходит под эту трубу, сделан, я считаю, качественно, в принципе, наверное, Цейс по-другому и не должен делать, все-таки, фирма серьезно, не первый день на рынке, сейчас замочки надо закрыть, немножко неудобно, Сонечка наблюдает, тут у нас тут, да, Сонечка? Сонечка, Сонечка, Замочек мы закрыли, здесь у нас защелочка, примерно вот так это все выглядит, значит, осталось зацепить у нас ремешки, сейчас, одну секундочку, у ремешка, кстати, такая особенность, тоже вот, есть такие подушечки воздушные, они внутри пустые, и в них воздух, очень удобно, в том плане, что труба все-таки тяжелая, и если переносить трубу на плече, то, чтобы не давило от плеча, даже вот такую мелочь, компания Цейс, она предусмотрела и продумала, как бы, мелочей у них нету, продумано, собственно говоря, все полностью, значит, ремень зацепляется, вот, держатели, вот таким вот образом выглядит, и остается два элемента, это защита непосредственно, самого окуляра, и защита непосредственно, закрытой части объектива, то есть, это еще одна крышечка, так, наверное, вот так она все-таки у нас, да, вот так, здесь тоже на кнопочках, в принципе, все просто, ну, получается, значит, вот такой вот результат, вот, все закрыто, все защищено, вот, и причем при работе, значит, опять же, да, где-то в полевых слоях, можно открыть, вот так вот вниз, опустить крышку, чтобы не снимать, вот в таком положении, оставив трубу на штативе, вот, то же самое, здесь резиночки, одну можно, кстати, отстегнуть, и потом просто, чтобы не потерялось, нигде это не валялось, пристегнуть, даже, наверное, я думаю, можно на две попробовать, сейчас я попробую, ну, да, можно вот в таком даже положении оставить, то есть, и все, вот, и, значит, последний элемент, это у нас, значит, штатив, сейчас мы его достанем, рассмотрим тоже, вот, сейчас мы, значит, достанем штативчик, штатив у нас идет карбоновый, у Цельса, значит, в линейке есть несколько вариантов штативов, карбоновый, значит, чем он примечателен, я считаю тем, что имеет меньший вес, если же сравнить его с, алюминиевой версией, но при том, при всем, он выдерживает те же нагрузки, что и алюминиевый, производителем заявлено, то, значит, 4 килограммов, что касаемо штатива, вот здесь, если посмотреть, здесь хорошо видно, в описании, то есть, вот алюминиевая версия, и карбоновая, вот, карбон 1, 3,200, внутри 2 килограмма, и здесь 2,6 килограмма, то есть, при тех же характеристиках, и той же максимальной нагрузке, которую выдерживает штатив, в данном случае, он у нас, легче, получается, здесь у нас, сколько там, 400, и на 600 грамм, что, в принципе, тоже немаловажно, переносно, сделано все очень качественно, карбон, все легкое, защелки, клипсы, чтобы между собой не болтались, используются фиксаторы, вот, дополнительная лапка, держатель, здесь, значит, видно, что вот, карбон, то есть, они поставили, такой вот, логотипчик, данные фиксаторы, позволяют выбирать, на какое расстояние, непосредственно, у штатива, значит, раскрываются лапки, значит, максимальная высота, 187 сантиметров, то есть, вот здесь, если видно, практически, да, метр девяносто, также, при необходимости, лапки могут откидываться, прям вот, до горизонтального уровня, то есть, я не знаю, для каких-то целей есть, то есть, все три можно откинуть, но, тем не менее, такая опция есть, также, здесь, производитель заявляет, что, работа данного штатива, возможно, до минус 40 градусов, включительная, вот, я думаю, что, работу на, где-то на льду, на снегу, они тоже предусмотрели, потому что, вот здесь, в ножках, если посмотреть, есть острые шипы, закрутив ножку, просто по резьбе, непосредственно, вот таким образом, у вас появляется острый шип, причем, шип довольно острый, что, если даже рукой нажать, сильно, я думаю, что пойдет просто кровь, просто пробьете кожу, вот, и тем самым, ноги у вас не будут разъезжаться, где-то на льду, где-то на снегу, на стрельбище, то есть, ситуации могут быть разные, то есть, предусмотрели, вот, соответственно, чтобы не повредить, где-то покрытие, там, какой-то, может быть, линолеум, еще какие-то ситуации, мало ли, где работать со штативом, она выкручивается, фиксируется, работа непосредственно, самих ножек, тоже очень четкая, все очень мягко, очень качественно сделано, не знаю, претензий просто нет, штатив, я считаю, очень хороший, есть также функция у штатива, здесь, то есть, она позволяет прикручивать какие-то камеры, насадки снизу, и тем самым, вот в таком положении, ну, разумеется, необходимо поднять немножко, скажем, вот так, вот здесь будет камера, вы можете снимать, вот так вот, вверх, в тормашке, вверх головой, не знаю, зачем это надо, но, тем не менее, опция такая есть, значит, сама голова имеет несколько степеней регулировок, то есть, есть фиксатор жесткости, то есть, которая отвечает за то, насколько жестко у вас наклонена платформа в одну, либо в другую сторону, вращение, значит, вот в этой плоскости, в горизонтальной, тоже регулируется, и фиксируется, можно зажать, можно отпустить, вот, имеется здесь уровень, ну, уровень, собственно, есть и на обычном штативе, на китайском, недорогом, значит, сама ручка непосредственно может перекидываться, как справа, так и налево, здесь две пары зубцов, удобно, кто-то правша, кто-то левша, то есть, тоже предусмотрели, также здесь можно открутить, ослабить, и перекинуть ручку вниз, либо вверх, непосредственно саму ручку, относительно трубы, кому как удобней, вот, платформа на быстросъеме, то есть, вы отпустили лапку, платформа у вас, начала двигаться, нажимаете кнопочку и просто ее вытаскиваете, все, значит, если здесь посмотреть, здесь у нас идет серийный номер, у каждого штатива он свой, это говорит уже о качестве устройства, вот, и о том, что в производителе все-таки следить, чтобы серийный номер был свой, также здесь написано, что компания Manfrotto, сделана в Италии, сделала данный штатив, непосредственно для компании CES, если посмотреть, логотип CES присутствует здесь, и здесь, вот, значит, ну, это понятно, ремень для переноски штатива, отдельно он цепляется, вот, что касается, значит, по креплению трубы непосредственно на штатив, значит, оно может быть двумя способами, значит, трубу можно прикрепить вот сюда, непосредственно через вот такую вот пластину, вот, единственное, необходим еще дополнительный винт, у меня сейчас его под рукой нет, чтобы показать, вы затягиваете винт, и зачем уже трубу непосредственно крепите на штатив через вот эту платформу, вот, ну, даже без вот этой платформы, трубу вы элементарно можете закрепить следующим образом, просто берем, так вот, вставляем сюда, и, соответственно, когда труба установлена, здесь есть фиксатор, вот, мы этот фиксатор повернули, все, труба зафиксирована, все, пожалуйста, без проблем, вот, в любом положении можно работать, видите, ничего никуда не болтается, не шатается, все очень четко, очень качественно, ну, соответственно, как я уже говорил, при наблюдении можно открыть вот так, то есть, откинуть и уже непосредственно работать с трубой, вот, что еще, в принципе, сказать, ну, я даже не знаю, наверное, все, картинка у трубы, конечно, очень качественная, мне прям она понравилась, как вариант еще рассматривался, вариант трубы от Сваровски, каждому, конечно, свое, у каждого свои предпочтения, у каждого глаза свои какие-то особенности, кто-то предпочитает так, кто-то так, поэтому спорить не буду, и утверждать, что надо брать вот только эту трубу, только эту модель, этого производителя, тоже, конечно, не буду, просто делюсь каким-то опытом, своим, каким-то впечатлениями, ощущениями, возможно, кому-то будет полезно, будет интересно, такой вот, скажем так, обзор на зрительную трубу, и аксессуары, которые, да, позволяют вести фото, видеосъемку, ну, этот чехол, как аксессуар, это, наверное, больше для того, чтобы сберечь, сохранить, в первозданном виде, в достойном состоянии, непосредственно, само оборудование, вот, значит, данной трубой, я думаю, в хорошую погоду, мы это, конечно, протестируем, но, разумеется, уже в летний период, можно будет увидеть пробоины, на мишени, от калибра 6.5, 308 и выше, то есть, я думаю, что на дистанции километр, это можно будет разглядеть, но, опять же, это мое предположение, как будет на практике, только покажет практика, также, если все будет нормально, и получится, значит, планируем мы с товарищами, выезд, в этом году, в Оренбург, на Варминтинг, значит, данная труба, будет также незаменима, для наблюдения, значит, на большей дистанции, потому что, в отличие даже от прицелов, у вас, угол обзора будет, в эту трубу, я сейчас точно не помню, там, наверное, порядка 45 метров, на, по-моему, на 100 метров, а у прицела, порядка 5 метров, то есть, в любом случае, у вас, в 5-7 раз, будет поле зрения, шире, чем у прицела, есть еще, кстати, одна особенность, забыл тоже сказать, в случае необходимости, у трубы есть фиксатор, сняв этот фиксатор, вы можете взять, и трубу наклонить, вот в такой плоскости, то есть, если вам надо, боковое наблюдение, то есть, например, вот под углом, то есть, если же не надо, пожалуйста, поставили ровно, она вот здесь фиксируется, и затем затянули, просто фиксационный винт, вот, собственно, такой вот, получился ролик, здесь, я его просто записал заодно, потому что, предыдущий ролик, у нас был по прицелам, и, говорится, оптика, вроде как, к оптике, чтобы как-то они поближе были между собой, Соняка у нас залезла уже в коробку, от чехла получается, вот, если ее посмотреть, да, Сонечка, вот она в коробочке, вот она, окошечка, вот, вся она практически влезла, только хвост, вот, может быть, как-то его, вот туда, вовнутрь, ага, ну и все, сейчас закроем тебя, запакуем, да, Сонечка, и будет, что у нас в этой коробке, вот так, ну, смотрите, вот видите, практически закрылась, хорошая даже коробка, вот один глаз только остался, вот, вот, значит, такой вот ролик, возможно, кому-то будет полезен, какие-то моменты, качеством картинки, еще раз повторюсь, я очень доволен, трубой, то есть, просто замечательный, как сказать, продукт, и качество, ну, я даже не знаю, наверное, есть лучше, но, вот я говорю, еще раз, вот эта линейка Виктори у Цейса, просто отличная, ну, на этом, собственно, все, как обычно, всем спасибо, всем пока, пока, Субтитры сделал DimaTorzok